Друзья, всех приветствую на торговой сессии четверга. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс. Подписывайтесь, подключайтесь к нашему обширному трейдерскому сообществу, делитесь вашим видением рынка и в том числе оставляйте фидбэк для нас, что нужно изменить, что вы хотели бы видеть дополнительно. Как и всегда, мы открыты к приложению, мы пользуетесь этой возможностью. Ну что ж, протоколы последнего заседания американского регулятора. Это самое важное событие не только вчерашнего дня, но, пожалуй, даже всей недели. Мы с вами правильно оценили их потенциальное влияние на доллар и предположили, что, скорее всего, по доллару, по перспективам американской монетарной политики, мы уже все выяснили и все знаем. Соответственно, перед тем, как доллар и обозначит какие-то дальнейшие мощные движения, ему нужны уже фактические решения. Поэтому нам, хотим мы этого или нет, а скорее хотим, придется ждать уже мартовское заседание. Напомню, что 16 марта американский регулятор проведет очередное плановое заседание, где как раз и ожидается повышение процентной ставки. Если бы в этот понедельник на экстренном заседании решение было бы проактивным и еще до мартовского заседания ФРС поднял бы ключевую процентную ставку, то, возможно, мы бы сейчас увидели уже доллар на совершенно других уровнях, более высоких ценовых значениях. Но американский регулятор предпочел пока что не провоцировать. Волатильность дополнительно подогрела интерес к мартовскому заседанию, как раз где это решение по ставке может быть напринято. Пока что американская валюта, если оценивать ее движение через индекс доллара, ведет себя довольно скромно. Вялая динамика и проторговка, консолидация, как угодно, можно сказать, в районе 96 пунктов. Если вам, друзья, нужна долгосрочная сделка, смотрите на индекс доллара. Я думаю, что покупка с этих значений чуть ниже, чуть выше уже особо роли играть не будет, потому что очень скоро мы увидим рост этого инструмента. А до этих пор смотрим параллельно на рисковые инструменты и стараемся выжать. Возможно, последний остаточный потенциал роста ряда активов в этом году. Поэтому, как вы знаете и как вы наверняка помните, по ряду сделок по евро-доллару, по фунту против американца, у меня пока что длинные позиции ожидания того, что эти активы будут расти. Если вернуться, собственно, к доллару протоколы, ничего нового нам не показали, ставки нужно повышать. Это главный вывод, который стоит сделать, главный тезис, которым можно охарактеризовать все те заявления, прописанные в документе, которые мы получили под закрытие вчерашней торговой сессии. То, что ставки нужно повышать, мы это прекрасно знаем. Немного о статистике. Индекс цен производителей, друзья, это очень важные отчеты по штатам, которые вы не должны игнорировать, потому что это все разговоры об инфляции, потому что индекс цен производителей опережающий индикатор. Индекс цен производителей, в принципе, может дать нам понять, насколько сейчас плачевно обстоят дела для промышленников. И логически рассуждая дальше, мы можем на основании этого уже сделать вывод и предположить, как промышленники будут бороться с издержками для себя. Ну, как они будут бороться, это всем уже давно ясно и понятно. Все они всегда перекладывают расходы на наши, друзья, плечи на плечи потребителей. Поэтому индекс цен производителей раз вырос, 1%, кстати, рост в месячном выражении против прогноза на 0,5%. Годовая цифра 9,7%. И, конечно же, после этого я почти не сомневаюсь, что ровно через месяц, а точнее уже через несколько недель, когда выйдут февральские цифры по индексу потребительских цен, мы увидим уровни выше, чем были ранее по штатам, то есть планку уже по инфляции в районе 8%. И это будет еще одним козырем для нас, для спекулянтов, которые ставят на долгосрочный рост курса американского доллара. ФРСу придется действовать, потому что инфляция сейчас точно растет куда более опережающими темпами, чем растут заработные платы. Это бьет по потребительской активности домохозяйства. Мы видим, насколько сильно проседают потребительские настроения. У нас есть индикатор Мичиганский, индекс, который по итогам февраля, хотя это еще предварительные цифры, но я думаю, что они в конечном счете подтвердятся, показал минимальное значение за 10 лет, друзья. Это тоже следствие высокой инфляции, того, что регулятор пока ничего не делает. Всех раздражает позиция Центрального банка, ФРС это прекрасно понимает, поэтому ждем март и ждем, соответственно, укрепление после фактического решения курса американского доллара. Европейская валюта сейчас на отметке 1.1355. У нас темп экономического роста, бизнес, оптимизм, зью и еще вчерашний отчет по промышленному производству. Хорошая статистика, блок данных, который подогревает интерес к евро. Тем более, что и доллар пока не раскачался, как я это говорил ранее. Чем дольше доллар будет медлить с ростом, тем больше у нас шансов быстро сделать цели по евро-доллару где-то в районе отметки 1.1451.115. Это, кстати, не только мои ожидания. Морган Стенли также рекомендую своим клиентам покупать евро-доллар, но только уже с целями 1.16, покруче, чем смотрю я. Заседание Европейского Центрального банка будет в марте и, возможно, там мы услышим уточнение про перспективу европейской монетарной политики. Но пока, друзья, смотрим на статистику, используемую для роста. Британская валюта против доллара 1.3582. Ждем закрепления выше уровня 1.36. Отчет по инфляции, который вышел накануне, как и ожидалось, очередной рост. Основные цифры по инфляции 5.5%. Базовая инфляция выросла до 4.4%. По мнению чиновников британского регулятора, инфляция продолжит расти и упрется в пиковые значения где-то в апреле-май на отметке 7.5%. Поэтому чем круче будет задирать дальше индекс потребительских цен, тем больше у нас шансов увидеть на последующих заседаниях решение британского регулятора повысить процентную ставку. Тем более, что Банк Англии уже повысил ее дважды, как я отмечал, за последние три месяца. 1.36 – это ближайшая остановка, увидим точно и выше. Рынок нефти 93.36. Пока что локальную коррекцию я рекомендую рассматривать как возможность купить. Потому что коррекционная динамика нефти на фоне информационного окружения, которое есть в моменте, это возможность зайти по более привлекательным уровням в длинные позиции. Потому что обстановка в Восточной Европе, если говорить о отношении России и Украины, это по-прежнему главный катализатор движения рынка нефти. И, как мы знаем, фон разнится. То признаки деэскалации, то напротив эскалации, напряженности. И пока мы не получим какой-то однозначный новостной фон и точно не сможем сделать вывод о том, что снят ли этот риск с повестки обсуждения, конечно же, он будет способствовать подогреву интереса к нефтянке. Потому что, если дело дойдет до санкций против России, разумеется, дефицит предложений на глобальном рынке еще значительно, еще более усилится. Срыв и перебой поставок из России приведет к тому, что спрос на несколько миль опередит, друзья, предложение. Поэтому 98-100 долларов за баррель – это цели, которые по-прежнему актуальны. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!